Сначала специальной военной операции Ленинский городской округ активно подключился к оказанию гуманитарной помощи. За два года она исчисляется тоннами грузов и огромным количеством добрых дел. Сегодняшние участники волонтерского круглого стола с главой муниципалитета Станиславом Катаровым и большой бизнес, и различные сообщества, и просто неравнодушные люди. У нас есть огромное количество волонтеров в нашем городе, которые тоже занимаются касатой грузов. У нас есть учебники, которые решили, которые помогают нашим волонтерам. Боюсь, что область будет больше 20 часов. Очень важно, чтобы мы все действовали совместно, сообщаем. Чтобы помощь вышла на новый уровень, стала еще более эффективной и коснулась как можно большего числа людей, Станислав Катаров предложил создать своего рода координационный центр, где были бы систематизированы все запросы. Создательница волонтерского пункта «Пчелки добрых дел» Ольга Кудинова всячески поддерживает эту идею. Она начинала помогать вместе с 15 единомышленниками. Сегодня их уже больше 250 человек. Они занимаются пошивом и доставкой одежды для бойцов. Наша изюминка – это одежда для госпиталей, для ребят с ограниченными возможностями. То есть с аппаратами «Лизарма». То есть у нас рубашки для аппарата «Лизарма», штаны, шорты, трусы, на липучку – все это мы делаем. Это наша изюминка. И вторая часть изюминка уже в год – это наше одеяло тепловизор. Активно помогают участникам СВО и крупные предприятия муниципалитета. Производственное объединение «Албис» поддерживает своих сотрудников, отправившихся в зону боевых действий. Кроме того, компания производит необходимую амуницию для фронта. Зимой мы активно печки делали для обогрева. Я уже говорил, специальные крабы такие, которые можно на веревки бросать, скидывать мины с точки, чтобы смотреть, чтобы там нет двойных. Вот сейчас нам попросили сделать охлаждающие устройства. То есть мы постоянно этим занимаемся. В торгово-промышленной палате Ленинского округа более 70 компаний. И за два года к оказанию гуманитарной помощи подключилась каждая из них. Накоплен большой опыт. Есть идеи, как привлечь еще большее число бизнесменов. На сегодняшний момент многие покупки приобретаются за наличный расчет. Для этого необходимо распределить дивиденды 13% и, соответственно, нагрузка финансовая взрастает. Поэтому если бы на уровне Московской области или на уровне нашего Ленинского городского округа появилась какая-то инициатива с тем, чтобы поменять налогообложение для тех предпринимателей, которые готовы помогать участникам СВО, было бы замечательно. Встреча продолжалась более полутора часов. Волонтеры обменивались опытом и наметили немало совместных вариантов помощи. Дмитрий Книга, Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.